Девушки отдыхают Да, знаю, знаю. Я навел все справки о вас. Вы уж извините, должность обязывает. Когда вы сможете приступить? Да, хоть завтра. Правда, мне бы зарплату за полгода вперед. Очень нужно. Сева, ты есть будешь? Что происходит? На тебе лицо нет? Машка сегодня приходила, денег просила. Там Олег в беду какую-то попал. В какую беду? Что случилось? Не знаю. Я не спросил. Сева, так нельзя. Он наш единственный сын. Что-то серьезное? Ну, я тоже так думал. Я что-то психанул, стал орать на нее, вместо того, чтобы узнать, что там произошло. О, Господи. Сам мочусь везде. Если в наших силах ему помочь, надо это сделать. Он молодой, гордый, сам не попросит. Это хорошо, что Машка о нем печется. И вообще, сколько можно воевать? И главное, с кем? С самым родным человеком? Я думаю, вот это ему хватит. Юрий Дмитриевич, привет. Извини за поздний звонок. Слушай, ты мог бы телефон одного человечка найти? Мария Томилина. Надя, можно с вами поговорить? Можно. Олег вам больше ничего не должен. Дорогая тесла! Дорогая тесла! Дорогая тесла! Дорогая тесла! Срок такой ранний. Плюс травма, кровотечение. Мне очень жаль. Кто у меня был? Мальчик. Можно? Можно. Маш. Ты прости меня. Если, конечно, можешь. Дорогая тесла. Дурака старого. Мне ж не денег жалко. В принципе, дурацкий. Вбил себе в голову, будто из-за тебя сына потерял. Прости. Это я сына потеряла. А ваш? С вашим все хорошо. Который день уже вот, как будто она рядом, а такое чувство, что ее нет здесь. А, подожди, сколько времени? Через неделю он на работу выходит? В банк этот. Ну, а что? Вдруг это поможет переключиться? Да. Я надеюсь. Я надеюсь. Ну, если бы тебя в это все не втянула. Перестань. Кто знал, что к этим бандюкам спецназ нагрянет? Ты сама-то как? Да, нормально. Держусь. Я вообще очень рада, что весь триллер закончился. Все, пока. Это кто? Это мой друг. Смотри за ними. Маша, Настя, пока! Мать переживает. Я переживаю. Ну, не правы были. Машу готовы простить даже. Может, тебе денег надо? Ты скажи, сколько? Нет. От тебя ничего не надо. А Маша, она рассказала, как приходила к тебе. Просила тебя перед тем, как... Маша, она ангел. Она всех готова простить. А я... Я не ангел. Это что? Заехала в галерее, купила картину на подарок. Какой-то там известный художник. Что ему еще на свадьбу дарить? Правильно, молодец. Давай рассказывай, как все прошло? Хорошо прошло. Намекнули на годовой бонус. Сказали, что вы... Дом присматривала. Угу. Я буду тебя теперь кормить. Вы как тут? Да все отлично. У Наськи зуб шатается. Я провел восемь ТО. Залил сорок литров масла. И вовремя предупредил клиента о проблеме с тормозными колодками. Правда, с годовым бонусом не сложилось. Я ужасно тебя люблю. Твой герой. Я очень соскучился. Тихо, тихо. Андрей для меня как брат. Так что, имейте в виду, Елена Валерьевна, теперь у вас есть защитник не только в лице вашего мужа, но и в лице его лучшего друга. За Андрея и Елену. За прекрасный союз прекрасных людей. Давайте выпьем. Давайте в столе. Отличный тост. Андрей. За вас. Леночка. Мне надо пошептаться с мужиками. Я скоро вернусь. Ну что, Миш, пойдем посмотрим, что ты мне подарил. Это нужно обсудить. Ну, умеешь угодить. Олежка. Пойдемте с нами. Пойдемте, пойдемте. Конечно. Поздравляю. Спасибо. Славный этот Миша. Ух ты. Ух ты. Оденешь? Да. Ты понимаешь? У меня вообще все по-другому. По-настоящему. Ах, светское общество, разговоры об искусстве. Ты к гинекологу ходила? Черт, вы, Коноваловы. Они же мне даже полежать после аборта не дали. Андрей знает. Нет. Но ведь чудеса бывают. Правда? Если честно, когда я узнал, что новый директор молодая женщина, я подумал… Пиголец. Ну, по блату. А вы, Марья Сергеевна, настоящее сокровище. Всем буду рекомендовать. Спасибо, Виктор Борисович. Очень приятно. Ну, мне так приятно. В общем, работаю, Марья Сергеевна. Да. И если будет проходить мимо вас что-нибудь прогрессивное, давайте знать. По вашей рекомендации с удовольствием положимся. Возможно, даже на партнерские. Договорились. Всего доброго. Всего доброго. Все, Лат Леонидович, у меня к вам разговор есть. Мы можем встретиться. И что, празднуем? Да ничего, просто презентовали. Прости, что так поздно. Как Настя? Спит? Да, давно уже. Она сегодня у нас в Рапунцеле была. Сделали ей косы из твоей косынки. Ну, я так понимаю, ты не голодна? Ну, да. Встреча в ресторане была, наелась. Слушай, помнишь, ты мне помогал бизнес-план для автомастерской делать? Ну, верняка, помогал, сам за меня все сделал. Да, помню, конечно. Ну, что? Ну, в общем, у нас есть один инвестор, который хочет вложиться в такое дело. С мотоциклами. СТО, салон. Ищет управляющего партнера с последующей передачей бизнеса. Ему самое главное – деньги с процентами вернуть. Не хочешь попробовать? Я, на самом деле, уже ему сказала, что у меня есть отличный кандидат. Ты попробуешь? Конечно, я. Так, шампанское, бокалы. Машка. Да, Машка. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Олег. Машуль, ну вот это зачем здесь? Кубки еще мои выстрелы. Скромность верна, путь к забвению. Инвестиции, слава богу, есть. Ты думаешь, меня еще кто-то помнит? Ну, ты же легенда. Вот увидишь, завтра на открытии вся мототусовка соберется. Может, родителей позовешь? Ты серьезно сейчас? Нет, их я точно не буду взвозь. Не буду. Так, это данные по работе за полгода. Олег нашел нового поставщика, позапчасти он на 15% дешевле. А я выбрала скидку на аренду помещения. О, отлично. А вот это что? Это вводный инобайкерский клуб. У меня все под контролем. Его финдиректор без меня не чихнет. Возврат инвестиций в срок, все, как я и обещала. Маша, ты знаешь, ты не предстоишь меня удивлять и радовать. Машенька, может быть, чаю? Да нет, спасибо. Мне еще Настю с подготовительной забирать. Господи. Настенька уже в школу идет, а мы с ней ни разу не виделись. Я прослежу, чтобы он припарковал машину чуть дальше по улице. Так что надо работать очень быстро. И желательно без лишнего шарта. Там заряд большой. Разве что момент выждать. Не надо. Как только Миша заведет машину, сразу действуй. И проследи, чтобы дело было сделано. Это ясно? Так точно. Да не волнуйтесь вы. Все будет в лучшем виде. А мне ни за чем волноваться. Это ты смотри. Не облажайся. А вот здесь можно с налоговым кредитом пересчитать. Точно. Спасибо за помощь, Мария Сергеевна. Павел Патручевич, я... А вы знаете, что ваша... Маша? Привет. Ты что здесь делаешь? Я с тобой приехала. Ну ты был занят. Вот решила с Павлом Петровичем поздороваться. Это хорошо, что я зашел. Я уехал для себя. Поехали. Нехорошо организатором опозвать на собственное мероприятие. Поехали. Всего доброго. Счастливо. Но все-таки Олег молодец, да? Ну что, у него и клуб в своем, и так рос. И телевидение к нему центральное приезжает. Леона, ты слышала на наш разговор? Что? Какой разговор? Леночка, ты хорошая актриса, но мне врать не надо. Так слышала? Слышала. Только я ничего не поняла. А что тут непонятного? Я заказал Мишу. Как заказал? Андрей, ты мне сам говорил, что вы как братья. Ну, немножко, конечно, обидно. Мы с ним многое прошли. Но понимаешь, Леночка, это как... Это как в шахматах. Ради выигрыша нужно пожертвовать ценной фигурой. Тут нельзя стоять. Где? Здесь? Ты движение перекрываешь. Кому? Мне? Мне можно все. Я могу делать все, что захочу. Могу брать все, что захочу. Так было, есть и будет. И для меня. И для тебя. Запомнила? Угу. Ну-ка, посмотри на меня. Посмотри, посмотри. Ух ты, моя красавица. Ну, иди ко мне. Иди, иди. Ну, вот, умница. Первый раз так годовщину свадьбы празднуем. Ну, теперь так всегда будет. У меня для тебя еще один подарок есть. Только давай договоримся, что это будет нашей семейной традицией. Раз в год. В этот день я буду исполнить любое твое желание. Прямо любое-любое. Прямо любое-любое. Хорошо. Пригласи своих родителей на день рождения Насти. Пожалуйста. Ей нужны бабушка с дедушкой. Не уговаривай меня. Хорошо. Хорошо. Да. Я же обещал. Спасибо. Спасибо тебе. За дочку. За все. Спасибо. Просто к родным людям нужно быть снисходительными. Угу. Просто ты у меня ангел. Всех готова просить. Алло. Да, мам. Конечно, заеду в аптеку. Все. Целую пока. Что случилось? Папа. Все по-прежнему. Все вкусно. Давайте за имениницу. Да, да, конечно. Сейчас. Так. Ой, Машенька. Молодецка моя. Ой. Молодецка. Вот ведь я не пил-то, а цирроз. Вирусного, говорят, происхождения. Ладно. Не дождетесь. Всех переживу. Пап, может, каким-то другим врачом проконсультироваться? Да не нужно. У меня нормальный врач. Вроде толковый. Лялька где-то нашла. А хорошо все-таки, что у нас две дочки. Та кого-то квартиру нам купила. Нравится? Валера. Лялька. Молодец. Молодец. Я… Простите. Что ты? Что ты, доченька? Ты меня прости. Ты меня, дуру, прости. Начинается. А, начинается. Сырость развели. Ну, хватит. Простите. Все. Ну, все-все-все-все. Не пойти. Все хорошо. Все. Так, ну, теперь вы к нам приходите. Обязательно. На новоселье с внучкой познакомьтесь. Папа, придете? Обязательно придем. Ну, придем, придем, чего ж. Придем. Ой, Лялька, как раз сегодня к вам собиралась. Да, Ляльочка? Как? Господи. Я скоро буду, я еду. Что? Мужа Лялькину взорвали. В машине. Че? Ляля! Я так рада тебя видеть. Такая мама говорила, что у тебя съемки. Ну, как? Я все отменила. Там группа простаивать ждет меня. Это тебе. Только откроешься, мам. Да. Хорошо. Слушай, у меня гости, я побегу. Все, беги. Все, невеста уже. Что-то я купила. Здравствуйте. Поздравляю вас с имениницей. Спасибо. Красавица. Красавица. Ты моя красавица тоже. Боже, какое у вас платье шикарное. Здравствуйте. Благодарю. Поздравляю вас с имениницей. Ну что, выглядишь прекрасно. И цвет тебе очень идет. Спасибо. Сколько же мы не видели? С месяца три? Ну, вот с похорон, Валера. Только сейчас вот до парикмахерской дошла. До всей больницы. Больницы не до того было. Да. Отмучился Валера, можно сказать. Пап. Ну что? Держи. Маме покажи вот. Пусть посмотрит. Посмотри. И что там? О, сразу открылось. Смотри. Золотая жила. Бизнесмен Олег Томилин делает деньги на всем, чему прикасается. Если это все связано с мотоциклами. Ну, замечательно. Мой мальчик. Ну, ты у меня молодец. Чемпион и победитель. Как же, жалко, что я к вам поздно приехала. Мне ничего, вот этого нельзя. Ой. Ну, хоть чай. Чай можно. Чай. Я приготовлю. Я помогу. Идем. Давай. А вы представляете, меня утвердили на роль. Да. Фильм про моряков. И всего одна женская роль. Моя. Какие планы у нашего чемпиона? Планы наполеоновские. Решил нового партнера привлечь. То ли к ресторанному бизнесу, то ли к тюнингу. А кто партнер? Не говорит. Какая тебе разница Маши будет? Ну, ну. Я с ним сам поговорю. Не надо. Я в офисе упал в срочи спрошу. Ой, Маша, Маша. Повезло моему Олегу с тобой. А мне с ним повезло. С цифрами все понятно. Порядок? Угу. У меня еще один вопрос. А что за новый партнер у Олега? Станислав Котовский. Вроде с какими-то связями. Ничего не могу сказать ни хорошего, ни плохого. Но если что-то узнаю, обязательно вам сообщим. Хорошо, спасибо. Неля? Маш, ты? Привет. Привет. Очень рада тебя видеть. Машу. Достань, кажется, холодильник. Ну, что сделать, если Нелин муж отличный партнер? Помой. Ты чего? Я ревновать выдумывала, что ли? Четырнадцать лет пришло. Я не ревнюю. Угу. Вот и отлично. У Нелли, между прочим, замечательная семья. Двое пацанов. Порежь. В чем? Ты сразу мне в колокольчик спрашивала? Забыл. Сейчас же говорю. Кстати, я их в гости пригласил. Ты же не против? Не против. Давай сама порежу. А сколько вашим мультишкам? В Вите десять, в Мите девять. Погодки. Сложно, наверное. Ну, мы у отца в столице жили, а там прислуги полон дом. Сейчас, наверное, будет сложнее. А школу уже присмотрели, у Насти хорошая. Да, Олег уже обещал познакомить с директором. Спасибо. Олег! Олег! Ну, что там с детьми? Давай к нам. Да у нас тут битвы. Бросай ты свою битву, давай. Сейчас. Мне дайте мне, пожалуйста. С девчонкой, наверное, в такие игры не поиграешь? С Настей во что угодно можно поиграть. Ну, что, может, вам сок, кофе или давайте сангрию приготовлю? Спасибо, но ста за рулем. А я уже не пью. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Красавчик. Идеальная беременность, идеальные роды. С первыми сравниться. Такие молодцы. Олешка, у меня к тебе дело есть. Тут Ленечке нужен самый лучший красный в мире, и у меня есть одна кандидатура. А кто же это? Ну, догадайся. Не откажешь? Нет, конечно. Ти-ти-ти-ти. Олег. Плачешь? Смешешься. Чего? Ничего. Я думаю, может, нам тоже мальчика. Ну, какой мальчик? Самое важное – это твое здоровье. Ничего я бы того. Рискнуть. А я не готов. Ну, ладно. Чего ты? Да козлы они все. У них год голову морочит. Год. Ой, осторожно. Тихо-тихо, Настя. А чтоб ты понимала, сейчас у него свадьба с этой… Ну, все, все, Ленечка, не злись. У тебя другое будет, лучшее. Вот Маша тебе, может, кого-то у себя на работе найдет. Бизнесмена какого-то. Правда, Маша? Ну, есть же там у Олега какие-то приличные знакомые. Ну, я не знаю, думаю, да, я спрошу. Ну, вот. Только знаешь, чтоб не вошла с этой вот… Ты сейчас не женат, я поняла. Ой, Лялька… Ну, я с Серегой вообще с детства знакомы. У нас родители в один день на мотокросс появляли. Да, есть такое. Только ты теперь у нас крутой бизнесмен, а на раллиных машинах гоняю я. А это те, что на широких колесах и выглядят как самолет? Да нет, то болиды, кольцевые гонки. А раллиные ездят по песчаным и гравийным дорогам. Ну, почти как мотокросс. Да? Да, я в ступеньке. А вы в кино сниматься хотите? Кто я? Ты? Ну, а что, фактуры есть и супер скилл. Ну, актер и каскадер в одном флаконе. Где? Алька, что ты смеешься? Я серьезно. Нет, спасибо, конечно, но… А почему бы и нет? Тем более, у меня теперь такая знакомая есть из мира кино. Обращайтесь. Ну что, может, выпьем? Ну да. За восходящую звезду. Павел Петрович, ну не волнуйтесь. Это всего лишь налоговая. К тому же у нас все прозрачно. Да я понимаю. У нас столько возни. Ну вот, на завтрашнюю съемку, пожалуйста, надейте пиджам. Ну, во-первых, мы сможем скрыть микрофон. Ну, во-вторых, вам очень идет бизнес-стиль. Угу. А это кто? Тина. Новая пиарщица. Журнал же хотел семейную фотосессию. Нет, 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 не стоит. Ну что вы. Мы будем поддерживать имидж одинокого мачо. Я уверена, это и сработает. Ничего такая. Бойкая. Все медиа знают. Пойдемте ко мне в кабинет. Обсудим детали. С вами. Олег Алексеевич, подождите минутку. Секунду. Я так рада, что вас застала. Я думала, что совсем одна осталась в офисе. Заработалась, не могу вызвать такси. Не подвезете? Ну, почему бы не подвезти? Спасибо большое. Спасибо. Так поздно, а вы на работе. Наверное, умеете отрываться по полу. Ну, чтоб потом не выгорать. Знаете, я настолько люблю свое дело, что не выгораю. Вот. Поэтому я у вас и работаю. Меня как профессионала привлекают люди, которые отдаются своему делу на все сто процентов. Ну, а как женщину возбуждают уверенные в себе мужчины. Выходи. В смысле? Ты серьезно? Да я же просто хотела. Выходи из машины. Я жду. Я жду. Козел. На семь часов забронируйте столик. Будет встреча. Здравствуйте. Доброе утро, Алексей Иванович. Алексей Иванович, у нас тут провод платежей, а тут так холодно еще. Давайте попозже. Вы что здесь делаете? Что значит, что я здесь делаю? Выполняю свою работу. После вашей вчерашней выходки вы свою работу в другом месте будете выполнять. Я жду от вас заявление по собственному желанию. Полина, проконтролируйте этот момент, пожалуйста. Позже, Павел Петрович, позже. Подожду заявление. Прошу прощения. Обалдеть. Павел Петрович, простите, там в банке дело не в проворот. Что по платежам? Да я с платежами уже разобрался. Мария Сергеевна, присядьте, пожалуйста. Тут такое дело... Не знаю даже, как сказать... Невероятно выступать в таком качестве, но... Тина... Новая опьярщица. Пристала к вашему мужу. И что он? Выгнал. Естественно. Понятно. Что по платежам? У меня разобрался. Я тогда пойду. До свидания. Ой, Боже. Устала. Где же Олег? Крестник. Полгода Крестника, его все нет. И Стаса самоску написал, что задерживается. Наконец-то. Привет. Привет. Что случилось? Полюбуйся. Фина дал интервью о том, какой я ни к чему не бизнесмен. И что мой бизнес спасся от только грамотной продуктовой смысл. Даже читать не буду. Вот и чушь неинтересная. Я тоже надеюсь, что никому. Где мой крестник? Усну. Привет, дядя Олег! Олег! Вот старая гвардия. А Витька мне перчатки не дает, которые ты подарил. Да? Ну-ка пойдем с ним разберемся. Где он? Порой. А где Стас? Так я думала, вы вместе. У вас же там подготовка к годовщине фирмы идет. Нет? А, забыл совсем. Из головы вылетело. Повезло тебе с Олежкой. На мой бы только обрадовался, если бы девица к нему в штаны полезла. Прекращай. Ладно. По чайку? Ну вот так вот. Стоило мне на один день уехать. И главное, прямо в нашей кровати. Ну не сволочь. Слушай, мне еще такое говорит. Можно подумать, ты себя на своих этих съемках святая ведешь. Да я вообще ради него кучу проектов задвинула. Ни с кем, ничего, ни-ни-ни. Быстрее домой к Сереженьке. В общем, я попытался поговорить с Серегей. Бесполезно как-то. Несет чушь. Про свободные отношения. Угу. Он мне еще сказал. А ты что думала, на тебя жениться собираюсь? Да потому что все мужики козлы. Ну… Кроме тебя. Тут вообще жертва харассмента. Чего жертва? Да ничего. И самое главное, он мне еще говорит. Ляль, так как ты не женится? Ляль, вот я бы на тебе женился. Честное слово. Если бы немножко. Ляль. 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 Поведу как белая, дороже. А прибыль пополам? Да как-то… А если один из этих белых байков всплывет, как краденый? Ну так и что? Подпись-то генерального, Олег Тамилин. Все, мы не при делах. Логично. Стас, можно тебя на минутку? Помощь нужна. Я сейчас, извини. Не лезь мне в своё дело! Куда ты лезешь? Или ты думаешь, вот это всё на чистенькие деньги? Моё дело, как зарабатывать, своё, как тратить! Ты всё поняла? Спасибо, что сказал мне. Мне бы и в голову не пришло проверять партию твоего мужа. Знаешь, самое страшное то, что ещё полгода назад я бы промолчала. Мне ведь, как казалось, все так живут, обманывают и в любви, и в бизнесе. Оказывается, может быть, по-другому. Может быть, как у вас, Маша. Нет, чего ты. Машуль, я возьму твою машину. Тебе же никуда не надо сегодня. Да вроде нет. Отлично. Я думаю, я уже давно твою поранялась. Всё, я поехал. Отлично. Отлично. Я тебя. А где ключи? Где обычно? Всё, пока. Мам, мам, ну ты чего сидишь? Ну ты забыла, что ли? Что забыла? Мама! У меня уступление в школе. Ничего. Господи боже, мы так все не перемешались. Так, стоп. Папа уехал. Ключи оставил. Две минуты, я готова. Я готова через две минуты. Всё. Мама, не опоздаем. Настя, мы не опоздаем. Давай быстрее. Давай быстрее. Мам, ты чего? Мам? Мам, ты чего не? Мам. Продолжение следует...